14 миллиардов литров столько воды человечество выпивает каждый день это похоже на целый океан но на самом деле всего лишь половина от 1 процента воды на земле и наши запасы истекают а если бы у нас были целые океаны пресной воды они соленые непригодные для питья на первый взгляд это звучит как сказка видите ли люди живут на земле окруженные гигантскими котлованами с h2o и хлоридом натрия которые для нас бесполезны если говорить об употреблении этой жидкости внутрь кстати это название химических составов воды и соли если вдруг вам захочется проявить эрудицию у многих людей в разных частях света нет доступа к пресной воде из рек и озер и проблема с каждым годом становится все серьезнее каждый седьмой человек на планете страдает от недоступности чистой питьевой воды и некоторые эксперты считают что с удвоением населения к 2030 году эта цифра вырастет еще наполовину так разве наличие у нас бескрайнего океана пресной воды не решит этот вопрос если коротко то нет но сперва нужно понять почему океаны соленые в принципе кажется таким несправедливым что вокруг нас столько воды а пить ее нельзя и приходится мучиться жаждой давайте разберемся реки постоянно приносят в океаны пресную воду можно подумать что они должны разбавить моря и снизить содержание в них соли но на деле все происходит наоборот вода в реках тоже соленая просто соли там примерно в 70 раз меньше чем в океане по пути к морю реки вымывают соль из камней и несут ее с собой когда вода достигает конечной точки соль остается в океане но вода не разбавляет общий объем поскольку частично испаряется кстати реки не соленые по этой же причине они уносят всю соль в океан каждый год одни только реки приносят в океан 4 миллиарда тонн соли и если делать это все те миллиарды лет что существует наша планета то можете себе представить сколько соли там скопилось можете даже не представлять я вам сам скажу 50 квадриллионов тонн это 50 с 15 нулями давайте выпишите на бумажку я подожду хотя нет не буду вот сколько соли в нашем мировом океане если убрать из него всю воду то останется слой соли толщиной почти в 150 метров представляете какой огромный бокал для маргариты понадобится чтобы все это вместить значит реки приносят соль в море уже долгие 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 годы то есть изначально морская вода была пресной возможно проблема этой теории в том что состав соли в речной и морской воде разной морская соль образуется из хлорова водорода речная соль из углекислоты сегодня большинство ученых считают что океаны с самого начала были солеными из-за вулканической активности это очень сложный процесс но если говорить максимально просто то вещество которое производили ранние извержения вытекала на поверхность в виде кислотных дождей и взаимодействовала с породами впоследствии ставшими дном океана а результатом этого взаимодействия стал минеральный раствор или попросту соль и так теперь вы знаете что 97 процентов всей воды на планете всегда были солеными и можно смело предположить что тому есть причины и если нажать на волшебную кнопку и сделать ее пресной то это убьет все живое на земле самое очевидное последствия заключается в том что бесчетное количество морских видов может существовать только в соленой воде в пресной они просто не выживут нам известно лишь чуть более 200 тысяч видов океанической живности и это буквально капля в море причем в очень большом море их может быть много миллионов что же это означает для человека ну без них мы потеряем один из источников питания что нанесет серьезный удар не только по странам зависящим от рыболовства но и по тем в которые рыба экспортируется также стоит отметить 10 тысяч известных видов подводных водорослей водоросли уникальны так как они принадлежат одновременно и флоре и фауне как и животные водоросли способны питаться органикой в окружающей среде а как растения они участвуют в фотосинтезе благодаря этому они играют огромную роль в поддержании жизни на земле представьте какое падение уровня кислорода и скачок уровня углекислого газа случится без обитающих в соленой воде водорослей это значит что парниковый эффект усилится а у нас и так хватает с этим проблем иными словами мировая экосистема рухнет поскольку все существующие пищевые цепи будут уничтожены но и это еще не все океаны играют решающую роль формирование климата если точнее то от океанических течений зависит даже погода на суше течение существует в основном благодаря разной плотности воды помните вода на поверхности испаряется под солнцем а соль остается подсоленная вода плотнее и поэтому тонет становясь холоднее чем менее плотная вода на поверхности движение воды вверх и вниз становится одной из основных причин возникновения течений разумеется есть и другие например ветер и ландшафт но это уже темы для отдельного видео если вам интересно будет об этом узнать напишите об этом в комментариях так вот океанические течения влияют на климат перенося тепло они могут нести нагретую или охлажденную воду на несколько тысяч километров затем перемещенная вода охлаждает или нагревает воздух а также сушу над которой он находится гольфстрим приносит теплую воду из тропического и субтропического поясов атлантики на север и омывает берега западной европы в результате климат там становится куда теплее чем в других частях света на той же широте так например климат в глазгу намного мягче чем скажем в москве хотя они находятся на одной и той же широте так что океанические течения делают климат на земле более мягким и приемлем для жизни уберите соль из океанов исчезнут и течение и тогда в западной европе тоже войдут в моду шапки-ушанки кроме того температура замерзания у соленой воды намного ниже без соли многие участки океанов зимой бы превращались в лед теплые климатические пояса стали бы теплее холодные холоднее как на суше так и в океанах чаще стали бы образовываться крупные штормы климатические изменения были бы такими серьезными что жизнь на земле для всех существующих видов стало бы невозможной к тому же вся эта соль все равно бы стала вновь появляться в океанах минералы из земной коры начали бы снова растворяться в море да и трещины в дне океана тоже выпускали бы их в воду а так что пожалуй лучше оставить весь хлорид натрия в h2o и обратиться к светлым умам ученых и исследователей чтобы те придумали как избежать проблемы мирового кризиса питьевой воды и конечно мы все можем внести свой вклад в решение этих вопросов и задуматься о количестве потребления воды ведь принимать душ целый час как бы это ни было приятно вовсе не обязательно правда я знаю у вас гибкий ум поэтому вот вам вопрос знаете ли вы способы добычи пресной воды поделитесь своими мыслями в комментариях если вы сегодня узнали что-то новое то поставьте лайк расскажите об этом видео друзьям и посмотрите что еще есть на яркой стороне жизни